Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео мы с вами поговорим про взнос индивидуального предпринимателя в 2024 году. В 2024 году, как и в 2023, взносы уплачиваются общей суммой на единый налоговый счет. И сумма фиксированных взносов с 2024 года составляет 49 500 рублей. Плюс также ИП платит дополнительный взнос в размере 1% суммы доходов, который превысил 300 000 рублей. Фиксированные взносы у нас срок уплаты идет 31 декабря года, за который уплачиваются взносы. То есть за 2024 год крайний срок 31 декабря 2024 года. Но если там выходной или праздник, то переносится на следующий рабочий день. Что касается взносов с доходов, то у них срок уплаты следующий год не позднее 1 июля следующего года. То есть если взносы за 2023 год, то это не позднее июля 2024 года, если за 2024, не позднее 1 июля 2025 года. И рассмотрим пример. ИП Мармеладкин заработал за 2024 год 1 миллион рублей. У него нет работников. Фиксированные взносы у всех ИП одинаковые. Они составляют за год 49 500 рублей. И поскольку доход Мармеладкина превысил 300 000 рублей, нам нужно с превышения рассчитать взносы с доходов. То есть 1 миллион минус 300 000, умножаем на 1 процент, получаем 7 000 рублей. И общая сумма взносов Мармеладкина за 2024 год составит 56 500 рублей. Из них 49 500 нужно платить до 31 декабря 2024 года. Если это выходной или праздничный день, крайний срок это первый рабочий день нового года. А взносы в размере 7 000 рублей уплачиваются до 1 июля 2025 года. Также обратите внимание, что на сумму взносов ИП может уменьшить свои налоги в зависимости от того, какая система налогообложения. Для предпринимателя на общей системе налогообложения взносы можно учесть в сумме расходов при расчете налога. Точно так же можно поступить, если система налогообложения упрощенная доходы минус расходы. Если ИП использует УСН с объектом обложения доходы, то он может уменьшить свой налог на сумму взносов. На 100% можно уменьшить налог, если у ИП нет работников. И на 50% ИП с работниками. Аналогичный порядок действует для ИП на патенте, но там еще нужно дополнительно подавать уведомления. И также обратите внимание, что с 1 января 2023 года поменялся задним числом порядок уменьшения налога на взносы. Это закону 31 июля 2023 года. Теперь сам факт уплаты взносов является неважным. И налог уменьшается на те взносы, которые должны быть уплачены в соответствующем налоговом периоде. Фиксированные взносы за 2023 год будут уменьшать налог за 2023 год. Фиксированные взносы за 2024 год будут уменьшать налог за 2024 год. Здесь даже не смотрится на то, что из-за выходных или праздников дата уплаты может сдвигаться на следующий год. Все равно они включаются в том году, за который они уплачиваются. Что касается взносов с дохода, то их можно принять уменьшению как в 2023, так и в 2024 году, но только один раз. То есть, если вы учли эти взносы для уменьшения налога в 2023 году, в 2024 году их уже повторно учесть нельзя. Либо можно, допустим, в 2023 не учитывать и не уменьшать на них налог, а уменьшить налог в 2024 году. И по этому поводу есть письмо ФНС от 25 августа 2023 года. И продолжим наш пример. Здесь тоже будет такая же сумма УСН доходы. И, соответственно, сумма фиксированных взносов у нас составляет 49 500, взнос с доходом 7 тысяч. Общая сумма, как мы уже рассчитали, 56 500. Если, например, Мармеладкин хочет уменьшить налог на все взносы, фиксированные с доходом в 2024 году, то он просто общую сумму отнимает от налога по УСН. То есть налог по УСН у нас 60 тысяч, а взносы 56 500. И налог по плате у нас составит 3 500. Но если, например, он хочет перенести 7 тысяч рублей на следующий год, он может уменьшить только на фиксированные взносы 49 500, а 7 тысяч перенести на следующий год и уменьшить на них налог следующего года. То есть здесь можно по-разному. В нашем примере здесь полностью берется уменьшение текущего года. И налог по плате составляет 3 500. Вот такие вот изменения по взносам у нас произошли с 2024 года. Поменялась сумма взносов. И поменялся порядок, когда мы их можем взять к уменьшению налога. Если вы хотите узнать больше про учет УИП на УСН и учет УИП на патенте, у меня есть два мастер-класса. Первый это ИП на УСН от Адая. Там полностью разобран учет ИП на УСН, включая взносы, уменьшение на взносы. И также есть видео по учету на УСН доходы в 1С Бухгалтерии, 8 редакции 3.0. Ссылка на данный мастер-класс есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. Если же вы работаете на патенте, то есть отдельный мастер-класс для УИП на патенте. УИП на патенте УТАДАЯ. Тоже разобран полностью весь учет, включая взносы и уменьшение на взносы. И также есть бонусное видео по учету у УИП на патенте в 1С Бухгалтерии, 8 редакции 3.0. Ссылка тоже есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. Также присоединяйтесь к моей группе «Финансы и налоги для бизнеса». Там вы найдете много полезной информации, видео и полезные статьи по финансам и налогам бизнеса. Ссылка на группу есть под этим видео. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Поддерживайте это видео лайком и комментарием. И подписывайтесь на мои телеграм-каналы. Телеграм-канал проекта QR-код слева и мой личный телеграм-канал QR-код справа. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео. До встречи в моих следующих видео.